всем привет друзья и так многие спрашивают по поводу digitronic maxi 2 не запускается программа вот такой вот шнур покупают подключают себе компьютеру но ничего не работает значит что нужно сделать чтоб все заработало на любой винде на любом ноутбуке заходим на вот этот сайт digitronic gas ru support programs здесь мы скачиваем значит первая но ту программу которая вам нужна на нашем случае digitronic maxi 2 maxi 2 titan нажали скачали второе usb интерфейс драйвера без них ничего не заработает устанавливаем пофигу в какой последовательности это это после этого если вы не установите драйвера у вас здесь будет постоянно писать соединение нет после того как вы поставите драйвер и пожалуйста все соединено все заработало дальше вам здесь вот попросит обновить вы обновляетесь ну в общем то в автомате все вас попросит сделать вы обновляетесь ну в общем то как то так и дальше начинаете уже настраивать здесь множители и так далее но для настройки еще раз до начинаете с вот этой кнопки автокалибровка она не заработает пока у вас не дойдет до 60 градусов начинайте с нее после того как закрыли завершили автокалибровку нажимаете вот здесь вот одну галочку вот эту автоматический выбор пунктов множителя и вторую вот эту включить автопостройку коэффициентов множителя и все больше ничего делать не надо дальше еще вот ну долю бензина вернее вот лучше вот эта доля бензина давление газа посмотрите я нажму сейчас на на старт вот в какой момент чтобы шел до впрыск это для движения в горку там и так далее будет до впрыски все вот и все что вам нужно для настройки не надо здесь быть великим газовщиком и что-то там придумывать он сам все настроит множитель газа выберите до впрыск можно будет поставить и вот здесь где-то где я уже не помню где до впрыск до впрыск теплый старт это чтобы он сразу на бензине мог а вот вот здесь вот вот две мышка видите для бензин здесь оборотов если если 0 градусов он у вас ездит на бензине охлаждающая жидкость если оборотов 400 и ниже на бензине если три с половиной выше будет на газу если давление меньше 0 6 бара будет на бензине ну как бы так вот все здесь настроили по давлению настроили вот здесь вот в этой вкладке и наслаждайтесь ну автокалибровку я вам покажу как раз кстати вот по поводу достроек до настроек сейчас но я поменял все фильтра и решил там прошел я тысяч может быть 50 на газу и решил перенастроить оборудование но связи с тем что как бы что-то где-то могу подзабиться и так далее нажимаем автокалибровку старт все пошла автокалибровка единственное что вам вот здесь вот надо обязательно поставить какой у вас текущий размер все остальное он там выберется наблюдаем за автокалибровкой после того как автокалибровка пройдет но начинаем уже на стойку зарядите ноутбук значит поставьте его высокую производительность чтобы ничего не тупило у вас хотя в принципе это не обязательно короче нажимаете сюда и там вам будет вот сбалансирование высокая производительность в принципе это не обязательно можно ставить сбалансировано чтобы на дольше батарейки хватило ну и все и ждем вот как вы видите автокалибровка вот две форсунки работают на бензине остальные работают на газу вот две на газу остальные они работают также на бензине вот подключились еще две форсунки таким вот образом калибруется наш размер штуцера вот этот вот индикатор периодически кто включается то гаснет во время автокалибровки ну и все вот он нам написал размер штуцера правильно и все хорошо а ну и под зависла не отвечает это из-за того что я опять таки изменил вот эти вот параметры да все он видите 2 и 5 то есть должен быть где-то 2 и 6 размер штуцера ну как бы я все равно в такой вот зоне нахожусь почти в зеленой возвращаемся на кнопку множитель у нас все сбросились карты и дальше будем делать вот такие вот движения 1 и 2 и начинается сбор карт и автоподстройка ну вот сейчас он работает на газу вернее соответственно бензиновая карта у нас собрана кстати ее надо удалить это важно удаляем эту карту да потому что у нас замена свечей была замена там ну и так далее ну все он сначала должен будет собрать теперь бензиновую карту а потом уже в газовую соответственно чтобы это сделать но нужно переключиться на бензин можно здесь можно это сделать вот здесь вот путем нажатия вот на вот эту кнопочку вот раз статус бензин видите и здесь вот индикатор отключился то есть мы управляем как с кнопки так и здесь можем управлять и вот сейчас пошел сбор бензиновой карты потом мы делаем статус газ и понеслась уже автоподстройка вот эту кнопку нажимать не нужно вручная ничего тут мы вручную как бы но не делаем это не надо так все народ всем спасибо давайте настраивайтесь не болейте это работает и вот что в итоге получилось вы видите сам компьютер идеально накладывает зеленую на синюю линию ваша задача сейчас мышкой покажу вот на эту кнопку сначала нажали не видно ручная подстройка множителя нажали он ок и он спросит сделать автоматическую подгонку вы говорите да сделать там нажимаете вот эту галочку автоматически выбрал пунктов множители нажимаете в круг включить автоподстройку коэффициентом множителя внизу и все ездите карты настроятся сами больше ничего не надо выдумывать делать и так далее но вот в этом окошке настраиваете уже уровень топлива все всем спасибо сейчас бывает подглючивает если там ничего не прописывается просто меняем и еще раз заходим я чуть-чуть хочу нижнюю границу уровня топлива немного поменять так настройки 82 хочу 85 поставить вот так так и что мы делаем мы делаем сохранить это важно потому что компьютер может у вас измениться поменяться и вы себе с вот у меня опель мог если видите да вот дастов сейчас вот дастов сохранить туда же на него же и все господа ездим наслаждаемся можно выключать наслаждаться все всем спасибо всем пока спасибо спасибо спасибо